Если много работать, всё обязательно получится. Не жди, что в тебя сразу кто-то поверит. Верь в себя сама. Крепко верь. Помни, что ты яркая и уникальная. Таких, как ты, больше нет. Ребята, всем привет! Новый влог. Давненько я снимала влоги. Мы со Славой вчера сняли аж целых три видоса. Реакции наснимали вам, так что будете просто кайфовать, наслаждаться. Так что обязательно ждите. Скоро всё выйдет. Очень классные реакции получились. Короче, с чего я начну этот влог? Я делала постик в Телеграм. Кстати, обязательно подпишитесь на мой Телеграм. Прям всем рекомендую. Там очень весело, классно. Там всегда разборки, неразборки и хорошие и полезные советы. И обмениваемся мнениями, и мемасиками. Так что обязательно подпишитесь. И я выставляла туда фоточку о том, что у меня куча новых классных вещичек появилось. И хочу как-то снять какую-то, не знаю, распаковку, может быть, примерку на влог. Потому что обычно я это всё в сторис покажу. Потом уже где-то, там, не знаю, на постах каких-то, фоточках всё это можно увидеть. И решила, что будет прикольно показать какие-то классные вещички, новиночки, может быть, магазинчики клёвые, которые вы, не знаю, как-то, может быть, проходили стороной мимо, не вращали внимания. Но помимо того, что мы с вами будем просто смотреть, что за вещи, у меня здесь стоит такой отпариватель. Ну, в общем, я его вам близко показывать не буду, но у меня есть такой бренд одежды классный. Names, я думаю, правильно называется. Names. У них более такие вещички, ну, такие более лёгкие, там, для дома, для тёплой погоды, там, может, на море кайфануть. Вот. И они такие, вот видите, немножко мятенькие. Поэтому сегодня мы с вами всё это будем отпаривать. Включаем отпариватель. У меня тут просто гора одежды. Вот такой вот мешок одежды, это сода-мода. Но здесь не только сода-мода, тут просто у меня немножко вот так всё выглядит. Платья у меня тут всякие классные, вообще обалденские, например, вот такое. Но это другой магазин. Вот. Так что всё это нужно отпарить, привести в красоту. Вот, решила поставить вот так камеру, чтобы можно было с вами поболтать. Прикольненько. Это могла бы быть хорошая реклама отпаривателя, но нет. Кстати, он у нас давно не отпариватель. Это тоже тема, но я в последнее время больше прикололась по тому, чтобы именно гладить. Смотрите, видите? Становится просто идеально. Но я хочу сказать, это не то, что отпариватель такой шикарный. Это зависит от ткани, поэтому что-то очень хорошо отпаривается, что-то вообще не поддаётся. Понятно, там какие-то рубашки, да, есть, например, рубашки какие-то у Славы. Их вообще нереально отпаривателем сделать, их только утюгом. Он также типа как утюг ещё работает, такой маленький. В принципе, классная штука. Мы брали уже, наверное, больше года прошло. Всё равно, конечно, это тоже удобно и классно, когда дома есть и утюг, и отпариватель, там, парогенератор, не знаю. Это как бы типа два в одном, но как утюг, конечно, это реально, но типа хочется что-то помощнее. Сегодня встречалась с менеджером, с Кириллом. Посидели с ним в ресторане, поболтали, обсудили рабочие моменты, жизнь, настроение, какие-то планы на будущее. Обсудили актуальность различных соцсетей. В общем, вот эти все словечки, не знаю, мысли о том, что всё-таки YouTube в какой-то момент могут сделать таким прикрытым, скажем так. Ну, они все как бы возможны, реальны. И я всё это время, в принципе, да, когда пошли все эти слухи, начала контент дублировать на разные другие площадки. И честно, я склоняюсь к тому, чтобы всё-таки перейти на другую площадку, куда выставлять видео. Я не говорю о том, что я там закрою YouTube, там удалю страницу и буду, вообще не буду сюда ничего выпускать. Но я думаю о том, чтобы разделить контент, знаете, что-то выставлять в одно место, что-то в другое. Есть на то разные причины, потому что всё-таки, ну, никто не знает, что будет завтра. И легко, спокойно вообще могут взять и закрыть YouTube. Поэтому нужно быть готовым ко всему. My Modus у них так страничка называется. Я недавно у них была в шоуруме. Платьицы я взяла, кстати, с мыслями о том, что, ну, может быть, снять какую-то фотосессию к 14 февраля, если получится. Но вообще, ну, прикольная. Хотя я, ну, вообще такая странная. Я же обычно такое в шкафу не держу. Это чисто кто-то только если на съёмки принесёт, например. Оно, конечно, отпаренное, выглядит намного лучше, чем мятое. Вообще, конечно, я так сильно изменилась в том плане, что, ну, короче, не знаю. Я прям в мятом не могу пойти. У меня, конечно, бывает такое, что я куда-то тороплюсь, ну, грубо говоря, добежать до ресниц утром, знаете, там, в какой-то мятой футболочке, если вдруг такая оказалась у меня. Я как бы ещё могу, но вот так вот прям выйти куда-то, даже на улицу, не знаю, в магазин, ну, не могу. И мне надо, чтобы у меня в шкафу всё было глаженное. Раньше я была в этом плане более, типа, ой, да ладно, пофиг, да кто будет смотреть. Сейчас нет, сейчас для меня это прям показатель того, что если ты в мятом, то, значит, ну, всё плохо. Не знаю. И это, знаете, как тоже, ну, это, конечно, смешно, но особенно, когда у тебя ещё муж, не дай бог, в мятом, то это всё, это же камень в твой огород, потому что ты как женщина. Конечно, это, ну, уже так не работает. Слава очень часто сам себе вещи какие-то может отпарить, ещё что-то, если что-то там не глаженное, не отпаренное. Вот даже мы снимали вчера видео, и мы с ним договорились, типа, давай будем в белом, там, не знаю, рубашках, ещё что-то. И он свою рубашку, пока я там что-то красил, собиралась, что-то там делал такое, он сам себе отпарил рубашку, понятное дело. Ну, то есть нет такого, знаете, что это делает только женщина. Нет, абсолютно. Ну, просто я к тому, что для меня, если мой муж будет где-то в неглаженном, я буду принимать на свой счёт, что это не он неопрятный, там, не позаботился о себе, а что это я как женщина выпустила своего мужчину из дома в мятом, и, типа, я плохая хозяйка. Ну, знаете, такое, хотя, ну, как бы, с одной стороны, может, и пофиг, но мне хочется, мне хочется, чтобы всё было вот так вот классненько. Приводишь ребёнка, например, в садик или в школу, и он у тебя весь мятый, грязный. Сравнить ребёнка и мужа это такое себе, но я имею в виду, что просто ты как хозяйка, как девушка, ну, вот у меня такие понятия, да, кто-то со мной точно не согласится, и это ваше право, и это, там, нормально, да, для каждого всё своё нормально. Но, вот, типа, для меня это такое, что это, ну, типа, это как женская задача, как очаг, да, быт, какие-то такие вот штучки. Ну, типа, я просто так воспитана, я так привыкла, и мне так нравится, мне нравится такая роль, скажем так. Меня это вполне устраивает, и мне кажется, это адекватным, понятным и, типа, логичным, что ли. Вот, и я говорила о том, что это то же самое, что вы же не отправите своего ребёнка, например, в садик или в школу в мятом, в грязном. Потому что, понятное дело, что, когда, там, увидят ребёнка в грязном в мятом, подумают не о том, что он просто такой, типа, неопрятный, а подумают именно, что вот там мама, да, обычно этим мама всё-таки занимается, да, что мама взяла, и вот мама нехозяйственная, свинюшка, наверное, в семье всё плохо, ну, знаете, там, ещё что-то такое, что, типа, ребёнка там таким-сяким отправили. Поэтому, ну, блин, это просто, это, как сказать, мне кажется, это нормально, это понятно, вот. Всегда приятнее общаться с опрятным человеком, с человеком, который в чистой, глаженной одежде, от которого не воняет потом, например, ну, знаете. Но мне кажется, это простая истина, типа, чего тут это объяснять, я думаю, все со мной согласятся, что если, грубо говоря, будет стоять два человека, один в грязном, вонючем мятом, и с другой человеком в чистеньком, вкусненьком и так далее, то, понятное дело, вам будет приятнее пообщаться с тем, от кого вкусно пахнет, нежели с тем, от кого там воняет потом. Ну, короче, это такие, знаете, простые вещи, как будто бы, там, ребёнку объясняю, но я уверена, что вы со мной согласитесь. Вот, я не знаю, в итоге успеем, получится сделать, мы сейчас с Настей, с подружками договариваемся фотосессию всё-таки успеть сделать, и к 14 февраля тоже, и просто, в принципе, фоточки новые прикольные, у меня и вещички классные появились. Ой, господи, вот, и мне кажется, прикольное платье, да, типа для какого-то дня всех влюблённых. Не знаю, что думаете, но я его мерила, прикольно выглядит. Ещё я в сториз вам показывала вот такое классное платье, тоже вот этот My Modus, Modus Fashion, но это прям вообще, вот эта коллекция у них прям чисто к дню всех влюблённых, такое классное платьице, но оно тоже такое, типа, летнее, ну, то есть у него сейчас даже в ресторан холодно будет пойти, да и странно, но вообще не по погоде. Ну, то есть даже такой принт больше такой летний какой-то, ну, точно не сейчас погода. Но его отпаривать не надо, оно, типа, такое качество у него, и оно не мятое, поэтому я его отпаривать не буду, и, не знаю, буду я его показывать на видео, мерить нет, потому что я его в сториз уже показывала. Так, что у нас дальше? Тоже костюм от этого бренда Nails. Вот, видите, вот так упаковывают, но я, правда, тут чуть-чуть уже порвала. Тут вот такой костюмчик тоже прикольненький. Такой прям вообще, мне кажется, уютный, он такой мягкий, вот тут другое качество. Этот более гладкий, а этот такой прям мягенький, как будто бы если бы он был набит какой-нибудь ватой, была бы прям офигенная подушка такая, знаете. Ну, он не такой мятый, как тот, но его все равно тоже нужно отпарить. Просто это получится у нас побыстрее. Посмотрим, как эта ткань отпаривается, интересно тоже. Люблю такие костюмчики, потому что в них реально спокойно и спать можно. И еще новости. Я жду, скоро дизайнер наш пришлет нам уже какие-то картинки, что там получается. Лиля сказала, что получается что-то прям обалденное. Я потом спрашивала, у меня разрешение, можно ли поставить, ну, можно ли добавить цвета какие-то. Акцентные, потому что я сначала такая, хочу все нейтральное, хочу все белое, бежевое, еще что-то. Вот, ну, я ей сказала, да, давай, давай, добавляй. Ну, типа, делай, как видишь, все-таки ты профессионал, я тебе доверяю. Вот, ну, понятное дело, что посмотрим, что она там придумает. Но я думаю, что неплохо, когда... Да, я люблю все такое нейтральное, что можно разбавить какой-то, не знаю, допустим, бежевый диванчик. На него бросил яркую подушечку пледик и уже классно, уже добавили цвета. Вот, но мне кажется, добавить какую-то мебель тоже, какого-то цвета, будет неплохо. Все равно все прям тупо чисто бежевое там или белое. Это тоже, это как бы классно, мне это очень нравится. Но все равно интересно, когда есть какая-то акцентная деталь. Вот, так что, не знаю, посмотрим. Вот такая вот рубашечка, очень классная. Причем, чем мне нравятся такие костюмы, что эту рубашку можно носить просто как накидку сверху, а внизу, грубо говоря, топ. Причем, у меня настроение прям сочное. Хочется скорее весну, хочется красок, цветов, поехать на дачу, смотреть, как распускаются цветы, гортензия. Все это хочется. На днях к нам приходил клининг. У нас была генеральная уборка. Я была безумно рада, потому что, ну, прям, знаете, не хотелось тратить на это время, честно. Я, конечно, всегда говорю то, что вот, я убираюсь, ля-ля-ля. Но я вам хочу сказать, что каждый раз, когда к нам приходит клининг домой, всегда делают, как сказать, не то, что даже комплимент. У нас достаточно быстро убираются. То есть, нам говорят, генеральная уборка там с окнами займет. Там, не знаю, в 11 приедут, где-то в 6 может закончить. Ну, короче, долго. Каждый раз, когда к нам приходит клининг, достаточно быстро заканчивают, нежели чем было заявлено по времени. Я говорю, ой, типа, спасибо, и так быстро закончили, там еще что-то. И мне всегда говорят, что у вас дома чисто. Хотя у нас было грязно, у нас была ужасная раковина и на кухне, и в ванной, и просто трэш. Вообще, в принципе, в ванной у нас был трэш. Ну, в каком смысле? Просто пыли где-то на поверхностях, было еще что-то, там раковина. Хотя за день до приезда клининговой компании я постирала ковры белые. Хорошие, кстати, ковры я вам показывала, как-то даже как мы их покупали. И несмотря на то, что они белые, эти коврики у нас в ванной и в туалет, у них такой не толстый ворс. И поэтому легко можно классно их пропылесосить. Потому что у нас были до этого черные ковры. Ковры, они у меня, кстати, все это время лежат в этом контейнере для грязного белья. Я их все никак не постираю, не сложу, не уберу куда-то, потому что они в самом низу. Понятно, забиваются чем-то сверху, там, более нужным одеждой, и все никак руки не дают достирать. И вот наши черные ковры, они хуже выглядели в том плане, что они собирали больше грязи и пыли, нежели белые. Потому что белые быстро можно пропылесосить. Даже, вот знаете, бывает от носков какие-нибудь там катышки, еще что-то. У нас таких носков почему-то дофига, даже не знаю почему, особенно там какие-то темные, если носки. Еще у нас просто есть всякие шерстяные носочки, типа вот я даже сейчас вот в таких носочках, они там в катушках, еще что-то. Но они такие типа теплые, домашние, они, по-моему, из, не помню с кого, из какой-то там шерсти, ну, типа такие классные. Вообще, в принципе, мы дома любим там в носочках походить. И да, на белом ковре постоянно катушки какие-то, но их быстро взял, запылесосил, и все, проблема решена, снова белый офигенный ковер. У меня два пакета от этого бренда, вот Names, который мы сейчас больше всего отпариваем. Есть еще у них вот такой классный комплект, прям обалденский. Я вообще очень люблю такие вещички, посмотрите, тут такая кофточка. Ребята, мне написала астролог, наконец-то! Я очень рада, потому что я перед своим днем рождения попросила ее сделать какой-то прогноз мне на год, ну, как не прогноз, а типа, что там у меня вообще за дела, какие дела, вот. И она, походу, уже все подготовилась, так что сейчас, наверное, я остановлюсь, мы с ней поболтаем, а потом как раз продолжу заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Короче, ребята, с момента, когда я вам сказала, ой, ладно, сейчас по делишкам отойду, с астрологом пообщаемся, прошло, наверное, часов в пять. Вот реально пять. Я была уверена, что я не продолжу сегодня снимать влог, потому что сейчас уже час сорок четыре. Но хрень в том, что у нас все равно испорченный режим, я все равно сейчас не усну, я подумала, блин. Хотя у меня есть чем заняться, у меня есть на монтаж видос, а еще у меня есть гора просто одежды, мне все равно это нужно сделать. Ну, грубо говоря, мне тогда нужно это сделать завтра. А завтра я лучше проснусь, мы поедем в торговый центр, например, купим косметики, машину помоем, еще что-то. Ну, короче, каждый день все равно, как сказать, не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня. Тем более, спать я не хочу, так что приняла вот такое решение. Сегодня я пообщалась с астрологом, болтали два с половиной часа, потом я поела борща, не собственного производства, к сожалению, пока что, но тоже вкусненький, классненький. Вот, поела борща, легла в кровать отдыхать, болтали со Славой, рассказывала, о чем болтали с астрологом, еще какие-то идеи, что-то там рассказывала и так далее. И в итоге так хорошо лежала, что была уверена, что я уже не продолжу сегодня снимать реально. Думаю, все, наверное, я устала. Наверное, я устала, наверное, не могу. Потом, значит, я встала, ну, Слава встала раньше меня с кровати, мы поболтали и так далее, поотдыхали, типа, после еды. Ну, знаете, надо полежать, чтобы переварилась. Вот, и когда я встала и увидела, что Слава сидит, монтирует видос, у меня сразу, знаете, появилась энергия продолжить снимать этот влог. Это еще раз, знаете, доказывает, что люди могут друг друга заряжать. И даже когда тебе что-то не хочется, когда ты видишь, что рядом с тобой человек, который не лежит, а что-то делает, то ты тоже не можешь лежать. Ты думаешь, так, блин, я тоже буду что-то делать. Слава себя демонтирует, я к нему подхожу и говорю, блин, спасибо, типа, ты заставил меня работать в духе. Он мне ничего не говорил, типа, иди работай, ты сейчас сидишь, у тебя куча дела. Нет, я просто сказала, что я не закончила и не додела то, что планировала доделать. И он просто пошел заниматься своими делами, выполнять свою работу, да. И я увидела, что он работает, и я говорю, спасибо, типа, ты заставил меня работать, потому что я увидела, что он это делает. Я подумала, блин, я тоже могу, я не хуже, я тоже буду работать. Я не лежебока какая-то. Сегодня я все разложу, покажу примерку, что завтра сделаю, потому что все равно я, наверное, все это сегодня по шкафам не развешу и не разложу. Просто хотя бы отпарю и поболтаю с вами. Короче, очень важно, чтобы в вашем окружении были люди, на которых вы хотите равняться. И просто люди, которые что-то по жизни делают, потому что когда в вашей жизни, ну, или просто вас окружают люди, у которых нет никаких интересов, желаний, целей, вообще понятий о том, что, ну, типа, надо что-то делать по жизни, двигаться, а не просто там чилить и нифига не делать. И просто вы сами в какой-то момент тоже становитесь таким. И у меня был такой период в жизни, кстати говоря, когда, ну, мне кажется, я, скажем так, находилась в кругу не тех людей, которые вот именно направляют тебя на какой-то путь активности, путь, не знаю, работоспособности, продуктивности. И мне есть с чем сравнивать. Но не всегда, конечно, все зависит от человека, который рядом с вами самому тоже нужно проявлять какую-то активность. И понятное дело, что есть люди, которых как бы ты ни вдохновлял, ни направлял, они вот, если им достаточно того, чего они добились в этой жизни, они дальше не будут ничего делать. То есть им их устраивает их уровень жизни, зачем дальше стараться, не знаю, добиваться чего-то большего. Поэтому это тоже, конечно, интересно. Не всегда это работает так, что рядом с тобой какой-то успешный человек, и ты вдруг становишься успешным. Хотя мне кажется, что все равно это больше, чаще работает, чем не работает. Вот такая вот классная накидка. Мне кажется, от этого бренда все, что вот мне пришло. Сейчас вам буду показывать, в общем, по порядку просто, что будет в руки попадаться. Есть у меня вот такая обалденная рубашка из Сода Моды. Просто офигенская. У меня есть также такая белая, я вам говорила. Вот мы сегодня с Кириллом, моим менеджером, вспоминали времена, когда, ну вообще, как он про меня узнал, как мы познакомились, какие-то такие моменты. И он мне рассказал, что он узнал обо мне из видео, там, короче, от Паши Микуса он про меня узнал. Мне было 16 лет. И, знаете, эти времена мне кажутся такими, как будто бы они были не в этой жизни. Это так странно. Ну и, в принципе, это, конечно, логично, потому что 16 лет мне было, знаете, сколько лет назад? Ну, конечно, не так уж и много, но не нормально, блин, 9 лет, 9 лет назад мне было 16 лет. Такие моменты прям, знаете, хочется, чтобы включилась грустная музыка, черно-белая стала картинка, потому что это шок. Конечно, у меня окружение вообще очень многое в жизни изменилось с тех времен. Ну, даже, знаете, так странно, что вот даже с тем же Пашей Микусом мы раньше вот тогда, да, так хорошо общались, а потом просто в какой-то момент, ну не могу сказать, что мы прям лучшими друзьями были, но просто общались, как-то, не знаю, типа дружили, можно так сказать. Ну это громко сказано, но все равно, ну, как приятели, скажем так, коллеги там ходили, я помню, вместе там в какие-то кафешки, что-то там, не знаю, собирались с какой-то компашкой блогерской, что-то такое. И я это к тому, что в какой-то момент просто мы перестали общаться так, мы не ругались ничего, просто перестали общаться так, как будто бы никогда и не общались, не было никаких там походов в те же кафешки, никаких там блогерских тусовок, ну то есть просто удивительно иногда, когда вот вы с кем-то общаетесь, а потом в какой-то момент все резко так может взять, и типа все, и больше вы не общаетесь. Не знаю, может быть это странно, но мне всегда кажется, что я достаточно легко отпускаю людей в своей жизни, ну то есть, знаете, нету такого состояния типа, блин, как так, ну просто я такая, ну все, типа разошлись дороги, там пути, не знаю, может мы дали друг другу то, что должны были дать, как там, не знаю, знакомые, друзья там, и не только, да, понятно, и в отношениях так же. Ну, типа, мне кажется, что это нормально. В сода-мода я взяла себе вот такое шикарное платье вот с таким разрезом, просто бомбезное, но это, конечно, надо мерить. Также у меня есть такой боди, в котором тоже я вчера снимала со Славой этот реакцию, вот, но его прям хорошенько было бы погладить, погладить, отпарить, но оно такое, интересный у него материальчик, что как будто бы отпаривание ему не поможет. Типа, оно все равно будет таким, как будто бы всегда мятым. Хотя нет, становится более, все равно, вообще менее мятым, но оно как будто, но все равно должно всегда быть немножко, немножко в напряжении. Ну, боди классный, ну, обычный, в принципе, боди, такой прикольный на одно плечо, посмотрите еще в реакции. Также я взяла такую мимимишность, я не знаю, что, но меня прям потянуло на все такое, прям девчачье, прям платье. Я еще приехала вот в этот магазин, который My Modus, и там очень много таких прикольных вещичек. Вот я вам платье показывала, вот это, потом розовое платье, которое мы отпаривали, это все оттуда. Они такие прям девчачьи-девчачьи, то есть там очень много таких прям классных девчачьих вещичек. И ты понимаешь, что вот это место вот прям для девчонок. Просто вы знаете, я больше там по спортивному костюму, вот такие футболки. Такое больше люблю, потому что для меня это в жизни очень удобно, комфортно, комфортно. Я вообще, в принципе, за комфорт и удобство. Но вот это выглядит просто обалденно, потому что это выглядит женственно, сексапильно, да, такой тут вырез классный. И мне что-то захотелось, я подумала, что хочу себе в гардероб каких-то красок. Вот честно, у меня это что-то, вот какие-то изменения со мной произошли в 25 лет. И я уже об этом рассказывала. Короче, я уж не знаю, как на самом деле будет, но вот просто даже если вы вспомните, какой-то период в своей жизни я была больше прям капец пацаном-пацаном. Ну, те же 16 лет, когда многие там и познакомились, скажем так, с моим творчеством, я была вот таким прям чисто пацаном вообще, там, надо вкинуться. Сегодня даже со Славой вспоминали, угорали, потому что, ну, типа, я когда-то это слушала, там, выставляла в интернет, там, и пели это, еще что-то. Типа, надо вкинуться, надо-надо вкинуться. Ну, короче, это угар. Это угар, и я, конечно, с того периода стала вообще супер, там, типа, леди. И я понимаю, что это не предел. То есть я понимаю, что я еще не достигла своей вот этой вот женственности, которую я могу достигнуть. То есть я все равно такая больше... Да, я женственная, мне нравится быть красивой, классной и так далее, привлекательной, но все равно я больше такая еще немножко где-то, где-то на пацанской стороне, как будто бы более такая расслабон, костюмчики. И я понимаю, что вот как мне исполнилось 25 лет, что-то перемкнуло. У меня, во-первых, просто, в принципе, вот знаете, вот реально как будто бы ты что-то выпил, у тебя открылись на что-то глаза, изменилось на что-то, там, отношения, взгляды, какие-то вкусы где-то изменились. То есть ты думаешь, типа, блин, это реально что-то вот такое, что не объяснить. То есть это происходит как будто бы... Как будто бы к этому долго идет, но вот как будто в один миг ты понимаешь то, что... А я уже хочу вот это больше, а не вот это. И ты начинаешь осознавать то, что ты теперь любишь другое. Ну, то есть не то, что ты даже любишь другое, а просто мне даже чаще и больше хочется выходить из дома. То есть это реально шок. Мне дома бывает скучно, ну, как это же не то, что скучно. Тяжело себя заставить что-то сделать, даже убраться. Я думаю, типа, дома мне лень что-то делать, но вот выйдя на улицу, где-то пошароебиться, походить по ТЦ-шечке. Вот мне прям прикольно. И это не похоже на меня просто. То есть мне прям хочется в кафешечку, знаете, сходить. Вот какие-то такие вот движухи. И я с этого немножко, ну, типа, угораю в том плане, что... Мне это непонятно. Потому что это как-то вот так просто взяло и произошло, то, что я теперь хочу, там, не дома убираться, например, а лучше, там, не знаю, вызвать клининг. А я в этот момент, не знаю, полежу, даже видосики какие-нибудь посмотрю в интернетах. Может, вдохновлюсь чем-то, знаете, творческим таким, чем как бы тратить время постоянно на уборку. Как вы могли догадаться, тут не все вещи, которые мы будем отпаривать, потому что они не все в этом нуждаются. Еще у меня есть вот такое обалденное платье, тоже из Сода Мода. И я, кстати, его показывала в сторис. И есть еще такое золотое, и вот золотое. И мне все на сторис, где в золотом платье, писали то, что вот это супер. Я не взяла золотое, потому что, когда я его померила, и мой муж, и даже, можно сказать, консультант в магазине, ну, короче, мой муж прямо сказал, а консультант намекнул, что я немножко теряюсь в этом платье. Ну, то есть, мне нужно что-то поярче, потому что у меня бледная, типа, белая кожа, и платье тоже примерно такого же оттенка. Да, оно с желтинкой, типа, как под золото в духе, но оно все равно не такое насыщенное. То есть, я реально в нем терялась и выглядела как моль. Ну, типа, блин, оно выглядит как будто эффектнее все-таки, чем черное, вот для меня. Но на более загорелых девчонках. Я все равно, конечно, в нем сфоткалась, немножко свою кожу отфотошопила, сделала потемнее, и выглядела бомба. И, конечно, мне все писали, лучше золотое, чем черное. Но все-таки в золотом я выгляжу поярче. Как вам сказать, в Сода Мода дофига классных, обалдельных вещей. Но они в основном там все определенной цветовой какой-то палитры. И это, кстати, мне очень сильно нравится, что там в основном вещи черные, бежевые, там белые, круглосерые. Ну, там есть красные, какие-то зеленые, яркие вещи, но это маленький процент. То есть это, например, будет купальник, белье. Вот, например, я взяла вот такой вот кардиган Сода Мода. Он такой прям миленький, прикольненький, плюшевенький, вот с таким принтом. Он тоже из Сода Мода, но все равно, видите, он такой как бы более сдержанных каких-то. Ну, то есть там все равно черный, серый и не очень яркий там голубой. И в основном там все такое, типа черное, белое, да, золотое, серебряное, ну, вы поняли. То есть супер каких-то прям ярких вырви глаз одежды, например, даже вот таких розовых там вещей я не увижу. И это мне и нравится в магазине Сода Мода, потому что ты всегда выберешь точно то, что тебе на почти любой случай жизни пригодится и подойдет, к любой одежде подойдет. Что самое главное, да, там черное платье подойдет легко там и красным туфелькам в духе, и там еще каким-то, ну, я так образно говоря, и там к любой сумочке. Вот, поэтому по этому плюс, но с другой стороны, вот, как бы приходится, к сожалению, отказываться, например, от золотого платья, потому что белая кожа. А загорать я, ну, принципиально, ну, там не хочу, потому что, во-первых, это вредно, реально вредно. Плюс у меня куча родинок на теле, даже сегодня со Славой обсуждали. Я говорю, не знаю, мне кажется, я каждый год открываю на себе какую-то дополнительную родинку. Ну, то есть, я говорю, даже не про эти маленькие, а такие, которые нихрена, что у меня тут где-то на шее есть родинка, которая похожа вообще на грязь. Ну, типа, как сказать, не знаю, видите вы или нет, но у меня есть такое где-то пятно, то ли здесь, то ли здесь, не помню. И я его заметила пару лет назад, реально, пару лет назад. Я думаю, да что такое? Да что это такое? И я просто присмотрелась, пригляделась и поняла, что у меня на шее есть какое-то родимое пятно. Оно не цельное такое, знаете, а как вот силуэт, и этот силуэт выглядит как грязь. Ну, типа, как, знаете, как будто бы я там тоналкой какой-то темной испачкалась и не стер. Ну, вот что-то такое. И это странно. Ну, то есть, как бы в любом случае солнце вот эти, и просто ультрафиолетовые всякие лучи и так далее, это очень не полезно для кожи в принципе, потому что как бы и стареет, и сохнет, и так далее, и так далее. Плюс просто, в принципе, у нас у всех есть родинки, и это опасно, вот. И я никогда, то есть, не загораю вот так вот, чтобы, типа, получить загар. Я вообще, ну, забросила эту идею и мысль. Да, есть какие-то мгновенные загары, я даже как-то ходила, но, типа, вот этим заниматься ради того, чтобы в одно платье красиво, да, влезть, скажем так, выглядеть в нем, ну, тоже такое себе, согласитесь. Короче, я в Содомоне в этот раз взяла себе кучу платьев. У меня прям настроение ресторанов, я не знаю, ресторанов, день рождения, мероприятий, фотосессий. Взяла вот такое платье, не знаю, видно вам, нет? Ой, что-то я его не так вывернула. Короче, оно, типа, грудь прикрывает, понятное дело. Потом под грудью идет такой вырез, и дальше оно длинное, и вот здесь ножка торчит. Короче, это надо мерить, показывать. Сегодня я уже ничего мерить не буду, я устала. Сегодня я просто все это разберу. А еще, кстати, в My Modus я взяла два офигенских секси-топа. Один черный, один вот такой вот яркий-синий. Сейчас свяжу, чтобы вам было понятно. Короче, вот такой вот топ. Ну, то есть тут, понятно, горлышко, здесь хоп, и типа груди, и тут все затягивается, и вообще красота. Мне понравилось, я люблю такое. Следующая из, тоже My Modus. Просто вот такая вот кофточка на каждый день. Сейчас самое время, я думаю, в ней ходить. Она, конечно, не очень длинная. Вот. Но даже под костюмчик, мне кажется, будет класс. Под джинсы там с высокой талией, например. И, ну, она тоже, понятно, что ее отпаривать. Ее надела, она сама будет у тебя на теле гладкой. Еще я взяла вот такие лосины в Soda Moda. Мне показалось это прикольным. Здесь, короче, в конце на ногах есть вот такие штучки, чтобы у вас, грубо говоря, лосины не подтягивались. И сейчас тоже, мне кажется, прикольно такое носить с даже каким-нибудь свитшотом объемным. У меня очень много всяких классных объемных свитшотов, свитеров. Мне кажется, вообще супер. Ну, это просто лосины, и внизу вот такая штучка. Хочу вам показать шикарнейший боди из магазина Soda Moda, который я уже надевала, мерила и испачкала тоналкой. Мне его надо теперь как-то вот постирать, либо сейчас попробую, может быть, просто ватным диском. Вот такой вот классный боди. Офигенный. Здесь, как вы видите, тоже такой классный вырез. И здесь, получается, все это можно затянуть. Если вдруг что-то у вас там может выскочить, не знаю, можно классно затянуть. И вообще бомба. Просто классный боди с длинными рукавами. Очень приятное качество такое. Не скажу, что пипец. Короче, плотное, но при этом тянется хорошо. То есть прям вообще обалденная. Кофточка обалденной боди. Прям вообще влюбилась. Вот. Я была такая счастливая в тот день, когда столько вещичек классных у меня появилось, как у девчонки. Вот в этой водолазочке я сегодня, кстати, ходила в кафешку, в ресторан с Кириллом. Встречались мы. Причем я надевала эту водолазку вообще под штаны спортивные. И было очень классно. Обычная водолазка. О, у меня, кстати, камера садится. Это значит, что я хорошо вам сегодня наснимала. И последнее. Это вот это платье, которое я вам показывала. Так что получается... Получается все. Я, наверное, с вами на этом прощаюсь. Но не влог заканчивается, а просто этот день заканчивается, потому что уже поздно. Вот. Я сейчас что-то, возможно, разложу все-таки в шкаф. И сяду за монтаж. А завтра будем уже что-то другое интересное делать. Так что оставайтесь с нами. Так, ребят, новый день. И вот она я с примерочкой костюмчика от бренда Names, который вчера я отпаривала. Правда, пока он у меня лежал, я, видимо, вчера еще на нем немножко посидела. Ну, короче, он немножко опять слегка помялся. Вот. Такой классный яркий костюмчик на лето. Дома ходить, спать как пижама можно использовать. Можно носить без штанов просто рубашку. Вот, например, мы снимали со Славой реакцию. Я была в этой рубашке классной. Как вам? Мне кажется, прям такой плюшенький. Конечно, такой немножко, типа, как объемный, оверсайз. Там, понятно, может, не худит. Ребята, здорово! Мы на улице. Мы приехали на рынок закупаться вкуснейшими фрукциями. Потому что я их просто обожаю. Посмотрите, сколько здесь вкусняшек. Сейчас наберем. Тут мы сюда берем мандаринчики. Вскусточки. Обалденный. Клубника шикарная. Сейчас едем в торговый центр. Короче, я хотела съездить в Атриум, потому что там есть кафешка с этим. С моим любимым без строганов. С пюрешкой и с огурчиками. Но проблема в том, что также я хочу еще попасть в Ашан. А Ашан есть в другом ТЦ. А в Атриуме есть магазин с косметикой. Где наверняка будет в наличии то, что мне надо. Потому что в том ТЦ, куда мы сейчас едем, там мало в наличии. Есть косметики, которые я пользовалась. Потому что, вы знаете, бренды ушли, еще что-то. И поэтому сейчас надо посмотреть. Возможно, я просто что-то заменю. И куплю что-то другое. Недавно у нас со Славой, знаете, какой был спор? Про вот эти вот истории отмены. Когда каких-то артистов, звезд, публичных людей, инфлюенсеров отменяют. Потому что, как вы знаете, наверняка многие из вас уже посмотрели сериал Wednesday. Там есть актер, и его обвиняют в том, что он там, типа, к девочкам приставал, что-то такое. Ну, короче, я так вот, знаете, подробности не рассматривала, не вчитывалась. Но, короче, его за это в духе отменили. И я так поняла, что во втором сезоне сериала его не будет. Причем это так странно, учитывая, что в первом сезоне был намек на то, что он, как бы, хочет быть с Wednesday. Ну, короче, такое, знаете, было послевкусие того, что они должны быть вместе. А тут, типа, хоп, и, короче, мы со Славой это обсуждали, насколько это вообще... Ну, короче, это же больше репутация. Да, о чем мы с тобой спорили? Еще вот эта вот ситуация с Джонни Деппом, да, и Эмбер Хёрд. Ну, почему только репутации, больше репутации? Если это такие предъявы, типа, изнасиловал, там, не знаю, увез в лес, да, там, не знаю. Ну, да, там, избивал. Избивал. Нет, это я согласна, это не только репутация, конечно. Это подсудное дело. И вот мне кажется, что... Ну, это лично мое мнение, я с Юлей тоже об этом говорил, хотя мы в итоге разговаривали, наверное, час на эту тему, и в итоге сошлись на том, что... Типа, это бесполезно спорить, потому что мы не знаем ничего абсолютно. И как можно судить человека, ну, о котором кто-то что-то сказал? Блин, ну, это абсолютная чушь. И вообще вся эта история с, типа, культурой отмены. Окей, подавайте в суд. Окей, пускай чувак присядет. Типа, и тогда его можно забыть. И даже забывать не придется, потому что он будет сидеть, и он все равно не сможет ни творить, ни сниматься, ничего не делать. В публичном поле просто, ну, исчезнет из публичного поля. И это и будет отменой. Все. Но люди, типа, делают какой-то, устраивают самосуд. И с этой точки зрения это абсолютный абсурд. Но с точки зрения, что мы реально ничего не знаем, это факт. И что смысла спорить о том, что хорошо, что плохо, вообще нету никакого смысла. Это тупо просто потратим ваше время. Как мы потратили вчера свое. Позавчера. Позавчера мы потратили час времени споря о том, что хорошо, что плохо. Потому что... Не совсем, что хорошо, что плохо. Просто ты говорил, что отменять человека вот так вот, как это сейчас принято, Это можно только в том случае, если суд вынес приговор, что он виновен. Потому что есть люди, которые обучаются, которые учатся на прокуроров. И есть судьи, есть юристы, адвокаты, которые должны делать свою работу. Если какой-то человек просто так сказал, что да это хуй моржовый, он там избил этого человека, как с Джонни Деппом, да, это Эмбер Хёрд. То же самое, блин, чувак потерял кучу нервов, которые не возвратятся ему, он потерял кучу контрактов и бабок. Короче, на самом деле ничего это... Ну, короче, мы со Славой просто спорили по причине того, что он говорит, что отменять человека может только суд. А я говорю, что, ну типа, что за чушь, в смысле отменять человека может только суд. Ну, то есть ты натворил какое-то говнецо, за которое, грубо говоря, ну то есть ты как-то высказался в интернете. Например, ты публичная личность, сказал что-то ужасное. Ну, я не знаю, даже не буду приводить пример, но просто что-то ужасное. Его за это, грубо говоря, не засудишь, судить не будешь. Вот именно в суде дело до суда не дойдет Просто потому что, ну как бы, что суду больше делать Нечего заниматься тем, что просто какой-то там человек Сказал какую-то хрень Любому там подписчику будет неприятно Если с этим там артистом, например Или инфлюенсером, скажем так Будут работать крупные бренды Когда этот человек вот таких взглядов И несет в массы то, что нормально там, например Кого-то бить, еще что-то Издеваться, ну то есть это я просто пример привожу И я Славе пыталась объяснить Что я могу понять вот эту историю отмены Но суть в том Что это все равно забывается Это забывается, мы с Славой обсуждали Что уже столько было разных ситуаций Когда кого-то, ну в духе отменяли Но потом проходило время, такие типа Ну ладно, все норм, все, типа замяли Все забылось, еще что-то, хотя ничего не забылось Но уже ты на это так не реагируешь Думаешь, ну ладно, человек исправился, он что-то там понял И так далее, ну то есть это такой, да Действительно у нас был долгий, бесполезный спор Который ни к чему у нас Бесполезно, просто потратил час своего времени Но почему, не то что бесполезно Но просто я что еще, ну для себя вынес из разговора Что мы можем думать все, что нам вздумается Но реальность такова, что мы ничего не знаем Мы же свечку не держали Люди в черном снимаются Уилл Смит Как отменили? Как пытались отменить Уилл Смита Когда тот типа пощечину дал чуваку на этом На церемонии А, да, 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 да Когда про жену что-то сказал Чувак, потом в итоге ему пришлось типа извиняться Хотя ну он сделал Уилл Смиту? Пришлось извиняться Хотя по мне так он все правильно сделал Но понимаешь, вот эта вот отмена типа ему грозила Я так предполагаю, что вот он захотел как бы измениться Ну чтобы якобы не попасть под эту церемонию Знаешь, не вижу ничего плохого в том, что он извинился Но он все равно показал и своей жене И остальным людям, которые на стороне Уилла Смита Что типа это ну ужасное отношение Типа надо следить за тем, что ты говоришь со сцены Про жену там грубо говоря Да, почему-то этого ведущего не отменили Ну то есть это такая лицемерная история Почему она еще лицемерная? Потому что, ребят, ну вот вы подумайте Кого-то отменили А потом эти же люди, типа его через там полгода-год Могут обратно так же смотреть, следить за ним И как будто бы никого не отменяли Это не лицемерие ли? Лицемерие Ну типа это абсолютная чушь А смысл? Ну да, окей, он пострадал годик Типа поизвинялся По поводу того, что потом это забылось Это то же самое, что кого-то отменили в духе Репутация типа у человека плохая Мы с тобой не работаем Подписчики на тебя там, ну, обиделись в духе и так далее Потом это все забылось Точно так же, что кого-то посадили На какой-то срок Человек вышел и все Типа он отсидел Он свое наказание в духе получил Точно так же, как кого-то отменили Я считаю просто Отказались снимать в кино Отказались сотрудничать бренды Это, грубо говоря Типа не так, наверное Ну, конечно, это не так жестко, как, грубо говоря, сесть в тюрьму Конечно, это не так жестко Но это, по сути, тоже наказание Так это фигня Но мы живем в 21 веке Ну, давайте по-честному Блин, мы можем пойти на кого-то Ну, и подать заявление А уже люди-профессионалы будут разбираться Виновен он или нет Об этом мы тоже со Славой говорили Я говорю, а где гарантии, что суд Сделает все реально Вот как суд должен делать Ну, без всяких там Непредвзятых отношений и так далее Вот просто по факту, по честному Но это уже другой вопрос Это тот же вопрос Но это вопрос уже другой Да, типа, какого черта есть какой-то самосуд Какого черта там в суде могут, грубо говоря, обвинить невиновного И так далее То есть это, ну, тоже такая, по сути, бесполезная Поэтому я могу прекрасно понять людей Которые могут, там, не знаю, заагриться И захотеть кого-то отменить Ну, я понимаю этих людей Ну, вы можете просто, типа, обидеться И не смотреть этого блогера, там, или звезду Просто перестать слушать Или, там, знаешь Ну, я, например Для меня есть люди, которые меня разочаровали И которых я больше не смотрю и не слушаю Я больше их не смотрю и не слушаю У меня их песня включается Со Славой мы тоже это обсуждали Я говорю, ты так же отменяешь этих людей Но я при этом никого не призываю отменять их, понимаешь? Ну, ты сам для себя отменил Ты просто это, грубо говоря, не выставляешь в интернете Ребята, я больше вот этого артиста не слушаю Пошел он нафиг Ну, в духе для меня он все Это лично мое мнение Ну, это потому что ты такой человек Ты просто не оставляешь комментарий, допустим, да? Как под видео у кого-то А есть люди, которые под каждым видосом будут что-то оставлять И так же будут высказывать свое мнение И говорить, что они кого-то, типа, решили отменить И этот человек говно Тут просто от разных людей зависит Но по факту ты так же кого-то внутри отменяешь Просто для самого себя И ты просто это не транслируешь Короче, мы все Мы все Делаем выводы Какие-то мнения И просто кто-то их транслирует Да, кто-то их держит внутри себя Но по факту, по сути Вот этот самосуд Он все равно есть Это ужасно Это ужасно Это опасно Это абсурд Люди, что за самосуд? Что это за чушь? Мы что, в 13 веке живем или что? Самосуд устраивать? Не знаю, просто я тоже иногда смотрю на какую-то несправедливость Типа, как человек, который там сделал вот это Почему, типа, с ним сотрудничают крупные бренды Мне это, например, непонятно Типа, как такой вот крупный бренд, например, соглашается работать с таким человеком Ну, допустим Ну, я это просто нигде не транслирую Но я внутри себя тоже могу в какой-то степени осуждать То, что этот же человек, там, сделал вот это Или высказал вот это Ну, типа, как так? Что сейчас будем мыть Славину чудную машину В прошлый раз мы мыли мою Сидим мы с мужем моим Болтаем Обсуждаем Что этот ТЦ, который у нас недалеко от дома Он просто мертвый Ну, типа, сегодня суббота Тут вообще почти никогда не бывает много людей Ну, тут есть, конечно, типа, Леруа Мерлин Нет, тут есть классные магазины, которые я люблю Тот же, блин, домовой Не знаю, где я всякие штучки для дома покупаю Там, в М-Видео какое-нибудь Не знаю Ну, Ашан, понятное дело, хорошо Что еще? Но в целом Тут реально прям вообще мало людей На самом деле, знаешь, в других ТЦ тоже мало людей А-3, вспомню Что там, толпучки какие-то Там, конечно, побольше Ну, там побольше, все-таки, там Курская, извините меня Там и вокзал Ну, там трафика нормальная Там и ресторан Там и люди сидят Ты что, это вообще как земля и небо Но там нет Леруа Мерлен, например, и Ашана Многие люди сюда приезжают из-за Леруа Мерлен Но те, которые едут сюда за Леруа Мерлен За стройкой, например Они не пойдут по магазинам шлемерить Вот такое вот у нас интересное наблюдение Мы сейчас пойдем в Ашан Мы попили вкусняшек у Славы Старс Кофе Мохло Прямохло? Что это такое? Мохло С шоколадом, типа А еще, кстати, меня всегда интересовало Почему в ТЦ-шках нету мусорок никаких Это меня всегда интересовало И бесит одновременно просто Почему нельзя сделать? А ты знаешь, почему нельзя? Ну, потому что, типа, будет очень много мусора, да? Нет И куда его девать, я не знаю Нет А в чем причина? Потому что туда могут подложить какую-нибудь взрывчатку А-а-а, нифига Ради безопасности? Да Я даже не думала Ну, это логично Потом что-то кто-то мне сказал Или где-то я это узнала И это, блин, ну да Ну, это логично То есть, грубо говоря, например, в магазинах стоят камеры Но вот здесь, где мы сидим на лавочке Тут, может, у нас камера не снимает так И мало ли что, я выкину в помойку там, знаешь Чего каждому подходить проверять помойку Ну, короче, да Поэтому все должно быть на виду Вообще, мы сюда, мне кажется, приезжаем больше для того, чтобы машину повыть Все, чистая машинка Улет В Ашане В магазине с косметозом Ребята, мы уже дома И я специально не закрасила вот эти вот три Или сколько там Прыщей Чтобы Протестировать новый продукт Купила на пробу кое-какие корректоры И сейчас мы с вами их протестируем Кому интересно Кто говорил, что у меня прыщи из молока Выкусить Потому что я не помню вообще, когда я последний раз пила молоко С кофе я перестала пить Капучино, да С молоком Сыр Я тоже не ем практически Хотя сегодня мы взяли сыр-косичку там в Ашане, да Но, типа, чанах, да Вот как раньше я была фанаткой Ела сыр постоянно Я не ем Где еще там молочка Ну, то есть, может, только в пюре Ну, типа, в пюре хорошо Наверняка там есть молоко, да Точно прыщи не из-за молока Короче, да Как я всегда и была убеждена Что есть прыщи, которые вот По одной причине есть прыщи, которые По другой причине И вот такие вот дела В общем, первый продукт, который мы с вами протестируем Конечно, лучше было бы тестировать и одно, и другое Я взяла вот такой корректор от Pupa У меня такого никогда не было И также я взяла вот такой корректор от L'Oreal Тут тоже такая же кисточка, как была у меня Я знаю, что это не гигиенично И, ну, так делать не надо Поэтому, если вы хотите что-то на эту тему написать То не утруждайтесь Поэтому я это все знаю И мне все равно Мне все равно на ваши правила Гигиенические Я себе приобрела вот такую кисточку от Chic В этом золотом яблоке И мне очень нравится ей именно как-то это все аккуратно растушевывать Потому что спонжем вот этим Все нахрен уходит просто с лица Поэтому я стараюсь обычно вот так вот И этой же кисточкой я могу, например, пудру под глазами вот так вот сделать И под глазами, в принципе, растушевать Такая классная кисточка именно для корректоров Она хорошо подходит У меня, правда, кожа безумно сухая Короче, я прям 100% сейчас понимаю, что мне срочно нужно записаться на какие-то уходики Вот прям к этому косметологу, чтобы мне поделали какие-то маски Я не знаю, потому что это просто невероятно Я сама не могу кожу привести в порядок В том плане, что, блях, муха у меня дорогущий крем от La Mer У меня офигенский, вот, закончился, кстати, сыворотка от Vichy Я сегодня купила себе новую И, блин, у меня все равно сухая кожа Ну, то есть моя кожа просто, она в шоке Ну, вот эти вот жесткие прыщички, конечно, вообще нет Ну, как будто бы и ничего не было То есть такой корректор достаточно легкий оказался На самом деле, для таких прыщичков у меня есть вот такой корректор от Laura Mercier Он у меня тоже заканчивается Мне нужно срочно найти альтернативу Вот, ну, найти альтернативу мне легко У меня, правда, тут пока... Ну, мне еще нормально хватит вот этого Потому что я его использую прям совсем чуть-чуть Точечно, вот буквально так-так-так, все И он прям такой плотный, прям как каша Давайте попробуем еще сверху вот этот от Pupa Он у меня в оттенке Так, получается, это просто самые белые оттенки Тут 1.N оттенок, вот так называется 1.N, а от Pupa просто 001 Ну, то есть, короче, самый первый оттенок Вот, ну, опять же, вы же на меня не равняйтесь Вы смотрите, как вам под кожу надо Вот этот, когда я попробовала в магазине на руку Он мне показался более плотным И я прям такая, о, беру То есть, прям две штуки беру, разные пробую Тут достаточно толстая кисточка Тут немножко, ну, как-то побольше как будто объем Надо вот так вот прям наносить Вот, все попробую Я думаю, что даже если использовать палец, да То будет получше У меня охота руки марать Что обычно пальчиком, оно как-то все Он как будто желтит Но сверху пудрой шмякнуть и вообще улет будет Блин, ну вот это уже получше Но опять же таки Может, тот пальчиком тоже был бы Получше скрывал Мне нравится Я хотела сегодня взять еще одну Хотя моя еще не закончилась Но видите, я ее прям усердно пользую И это просто реально находка Шикардосная И завтра мы поедем в Атриум И я обязательно побегу Куплю себе чуть ли не две такие Узнаю, какой у них срок годности Потому что все разбирают Новое не заводят И, конечно, ну, что уж говорить Это такое себе дело Не клево Но, блин, как обычно Вот у меня был любимый И там еще что-то есть от Мак И я знаю, что у нас есть корнер Где-то там в Суме, что ли Куда можно прийти Спокойно купить себе косметику Мак Ну, типа, вроде как бы Жопа, да Куда-то все исчезает Так легко уже не достанешь Но при этом все равно достать можно Вот, я постоянно пользуюсь вот этой пудрой Может быть, она тоже сушит кожу Не знаю Блин, ну классный корректор Он прям очень плотный Угу Он прям очень плотный Но в идеале просто кожу от прыщей избавить И чтобы кожа стала более Этой Короче, менее сухой Я хочу Вот хотела у вас посоветоваться Хочу походить на массажи для лица Потому что я знаю, что они прям классно могут тоже подтянуть Все вот это дело Вот эти вот, как они называются, массажи Ну, короче, прям вот такие для лица Я даже помню, когда я ходила в Смайл-студию на массаж Спины, правда, я массаж делала Мне там вот массажист как раз сказал, что он также делает массаж лица Я говорю, и что, прям, ну, работает Прям реально есть результат, помогает Он говорит, ну, конечно, типа Там все-таки силы притяжения, туда-сюда гравитация Есть же, да Ну, то есть то, что лицо все равно Тоже вот так вот у низ со временем выпускается И я вот думаю, блин, хочу прям попробовать походить Чтобы он мне вот это все натянул Подбородок убрал Правильно натянул И вообще вот здесь, да Я вас попросила в Телеграм, чтобы вы задавали какие-то вопросы Темы для обсуждения Чтобы вы хотели, чтобы я обсудила видео И вот сейчас я как раз зашла на этот пост Потому что я планировала на все это отвечать Когда я отпаривала одежду Но у меня было о чем поговорить в итоге И я даже не успела затронуть какие-то темы такие Вот, так что сейчас могу с вами как раз на прощание поболтать Будем ли мы отмечать 14 февраля? Я, честно, не знаю Но я думаю, что почему бы и нет Можно сходить в ресторан Расскажи, пожалуйста, про твое отношение к негативу Например, как воспринимаешь его в буднях Как реагируешь на него или игнорируешь? Честно, мне кажется, это бесконечная работа над собой Как, ну, типа, на это не реагировать Потому что, безусловно, бывают какие-то моменты, которые задевают Которые неприятные Либо просто ты думаешь, ну, почему люди такие злые Ну, типа, ну, да, я, может, в чем-то не идеальном Может, где-то я, там, не знаю, протупилась, ошиблась Но почему нужно быть настолько, там, каким-то, не знаю, категоричным человеком В отношении к другому человеку С другой стороны, я понимаю, что я, бля, такая же Я тоже на кого-то могу посмотреть и подумать Господи, какой ужас Типа, какая она там такая Или какой он такой И я понимаю, что я такой же, типа, хейтер Как и, ну, короче, мы все, мне кажется В какой-то степени какие-то хейтеры Это, конечно, нехорошо Всегда нужно нести добро Но суть в том, что я просто свой хейт Когда я кому-то или на кого-то, или на что-то смотрю Думаю, фу, там, или просто У меня есть свое какое-то жесткое мнение На какую-то тему Я это не транслирую Никогда я не напишу человеку комментарий Где-то не обсужу То есть это будет все лично Там, либо с мужем мы, там, посплетничаем Либо с мамой Ну, то есть это все будет вот только в таком ключе Вот, поэтому, конечно, там, например, мой хейт В чью-то сторону Он до этого человека никогда не дойдет То есть это просто такое Ну, вы поняли, что я имею в виду Понимаю, что это нормально Типа, я же не могу всем нравиться Ну, разумеется Так же, как я не могу всем абсолютно не нравиться Просто разница в том, что Одни люди оставляют свое мнение, да Какое-то, возможно, обидное, неприятное, оскорбительное Еще что-то Может, какое-то просто, которое, ну, тебя за живое Там, не знаю, за больное Ну, типа, неприятные вещи А кто-то не оставляет и просто промолчит Интересно поподробнее узнать о безоперационной ринопластике Через месяц как раз собиралась к Золине идти Немного переживаю за разные инфы в интернете Да и ты уже давно не делала процедуру Может, поменялось мнение или еще что-то Было бы интересно послушать про этот опыт На самом деле, я бы хотела сделать снова процедуру Потому что мне уже пора У меня уже носик немножко опять вниз опускается То есть, Золина мне его как бы, ну, таким более вздернутым делала И вообще, я, блин, я капец как давно Ничего себе не колола Мне хочется уже хотя бы, знаете, пойти на массаж Чтобы подтянуть вот этот, убрать подвороток Вот Я нормально отношусь к этой процедуре Потому что я сама ее не раз делала Мое мнение не поменялось Я к этой процедуре также отношусь нормально Но смотря, у кого я делаю Разумеется Потому что, конечно, я тоже много чего читала в интернете И мне тоже все это страшно Это всегда какие-то риски, еще что-то Но, опять же-таки, когда ты идешь к человеку, которому ты доверяешь То, понятное дело, ты спокойно проживаешь эту процедуру И потом ходишь довольной с классным результатом Я так скажу, с одной стороны, я привыкла к своему носу, еще что-то Но я понимаю, что Как будто бы Вот кто-то писал то, что Юля, что ты постоянно что-то колешь, еще что-то Вот сделай реально себе уже нос И, типа, забей Я боюсь делать нос И вообще, в принципе, даже уколы вот эти тоже страшно делать Потому что вдруг мне понравится еще что-то Ну, грубо говоря И нос я боюсь делать вдруг мне не понравится Если я операцию сделаю Потому что каким бы там не идеальным, скажем так Для меня лично был мой нос Грубо говоря Все равно всегда есть вариант Что будет еще хуже, например Конечно, хочется, чтобы было лучше Но кто его знает И просто мне страшно В том плане, что вдруг Типа, это как Я себя не узнаю Ну, типа, понятно, что я себя узнаю И иногда он выглядит нормально в профиле Я просто сейчас не вижу, как он выглядит Только на монтаже его вижу Иногда он выглядит норм Но иногда он выглядит абсолютно не норм Особенно, если я ржу Под каким-то углом Там, не знаю, как-то улыбаюсь Ну, короче, типа, блин Я не буду врать Ну, типа, конечно, у всех есть свои какие-то комплексы И я не буду говорить, что я, типа, считаю себя какой-то прям идеальной И все, типа, предел мечтаний Да, типа, с таким носом я родилась Такой нос мне дан Еще что-то Но, типа, блин Есть возможность это изменить Почему нет Но я говорю, я к этому еще не пришла Я еще морально к этому не готова Так что, ребят, я с вами на этом прощаюсь И у нас опять уже супер поздно Я устала, если честно, от этого режима Я не знаю, как будет Надо завтра просто встать пораньше Реально Не страдать херней Если кто-то переживал, что очень много разговоров Слишком много болтовни И я вас уверяю, следующий влог я сделаю абсолютно более активным Еще раз спасибо, что смотрели влог Всех любит, целую, обнимаю Будьте счастливы, здоровы И всем пока